Такое случается с каждым. Удивляться этому не надо. И оставлять на самотёк тоже не нужно, рассчитывая, что пройдёт как-нибудь само. Святые отцы, например, святитель Феофан Затворник, говорили, что такое состояние Господь допускает или с воспитательной целью, чтобы человек остался один на один с собой и убедился, что он сам не сможет с собой справиться, убедился и к Богу обратился, или в наказание. За что? В каждом случае по-разному. Чаще всего за тайное тщеславие, превозношение или осуждение кого-то, кто не испытал, а может быть не стал трезвонить чего-то особенного. Бывает, что Господь посылает добрые мысли или касается души по своей милости, а вовсе не из-за признания каких-либо заслуг с нашей стороны. Умный и скромный человек так и отнесётся к этому, а тот, кто жаждет для себя чего-то особенного, может сделать другой вывод и вырасти в собственном мнении о себе мгновенно. Приходится Господу лишать такого всякого блеска и допустить врагу вдохнуть голодом на душу. Или так бывает, начитается кто-то хороших книг и возомнит о себе, считая опыт святых своим опытом. Не касаясь на деле того, над чем святые трудились, он может считать себя достойным милости Божией. Господь опять же по милости, чтобы оградить его от властительства гордыни, допускает охлаждение. Дай Бог понять это всем нам и стараться продолжать всё, к чему призван, не считаясь с настроением.